От этого трактора осталась только табличка. На этом поле сейчас должна была работать техника, но от тракторов и комбайнов остался лишь пепел да дым. Плоды своего труда, урожай, аграриям собирать нечем. В ночь с 22 на 23 августа технику сожгли, рассказывает Алексей Бутырский. Данный трактор 83 года. Это старый трактор, да, это не то, это не Джон Дир, это, скажем, не Ньюхованд. Но он полностью выполнял свои функции, он нас устраивал в наших потребностях. Его нет, восстанавливать его уже явно мы не будем. Аграрий потеряли 7 единиц техники. Это почти вся рабочая сила. Ущерба на 4 миллиона рублей. Алексей, его брат и отец написали заявление в полицию. К расследованию подключили следователи. Они возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества». Идет проверка. Есть ли подозрения какие-то? Может быть, даже без имен, но тем не менее? Вы знаете, ну, абсолютно нет. Мы здесь с начала 90-х годов, конкретно та земля, на которой мы находимся, это земля в собственности на моем отце. То есть, даже если это кто-то, какие-то споры о земле, но она в собственности, это не арендная земля. Ни с кем не ссорились, никому не должны, нам никто не должен. Да и времени гадать нет. Пострадавшие аграрии ломают голову, как собрать пшеницу, гречиху и овес. Восстановлению подлежит лишь один уборочный комбайн. «Человек нам отдал кабину на этот комбайн. Этот комбайн, он единственный, менее пострадавший. Его реально день-два запустить в работу». В распоряжении Алексея и его семьи всего 400 гектаров. Площади небольшие, прибыль, соответственно, тоже. Тем более, что цены на пшеницу падают. Уже опустились до 10 тысяч за тонну. А тут еще пришлось уйти в минус по технике. «Конечно, жалко. Многие скажут, старая, металлолома, прочее. Другой нету. То есть мы ей работаем. Конечно, жалко. Как? Мы не имеем возможности сегодня купить новый комбайн. Я, ну, это, да, там, от 10, наверное, за самый слабый квас, там, и далеко за 20 миллионов». Когда мы готовили наш сюжет к эфиру, стало известно, что на беду фермеров Первомайского района откликнулось огромное количество людей. Жители самых разных регионов России и ближнего зарубежья предлагают помощь. Оказать поддержку можно было и финансово. Меньше, чем за неделю удалось собрать средства. Благодаря помощи неравнодушных, рассказывает Алексей, семья готова приобрести комбайн и, вопреки всему, начать сбор урожая. Татьяна Голубева, Валентина Аскерова, Анастасия Бертенева. День с толком.